Самый важный момент, да, при минваксе, это нужно обязательно его хорошо тщательно перемешать. Другой колер, вот он, он все-таки порошковообразный, и его со дна нужно поднять. Главное, морюку плотным слоем нанести и на ненадолго как бы оставить. Хорошо, дерево какое-то лазерничать? Бук и дуб, вот мы нанесли. Здесь, в принципе, грунт не нужен, так как очень твердая порода дерева, и она забирает только то, что возьмет. Большую часть не будет, и перепад цвета даст наоборот красавцу. Вот такой результат. Я из компании Vector, я менеджер. Продажа. Мы поставляем продукцию Тайбонд уже более 20 лет, являемся официальными представителями в России. Я сегодня вам расскажу по нашу продукцию, в принципе, про Тайбонд, но я думаю, много кто про нее знает уже. Ну, так немножко кому-то освежим память. И я расскажу про наше покрытие. Это Minvax от Sherry View Reams и Altex. Minvax это производство Америка, Altex это производство Польша. Ну, они выкупили там завод. Так вот, решил я начать немножко не с Тайбонда, как обычно у нас проходит презентация, а начать сразу с покрытия Minvax. Потому что хотелось бы сделать выкрасы, чтобы уже под конец, как бы уже видели, немножко какой-то подсохший уже результат. В ней содержится смола. И эта смола именно на хвойных породах, мягких породах, она выравнивает цвет, то есть не будет выпада цвета. Это один-единственный такой момент в данной продукции Minvax. А если для твердых пород дерева можно не использовать кондиционер, а можно сразу наносить морю. В принципе, вот сейчас я как бы уже в процессе такой немножко подготовки, подготовил образцы, чтобы показать наглядно, как будет выглядеть само нанесение. Желающих так и не появилось, да? Хорошо. Самый важный момент при Minvax, это нужно обязательно его хорошо тщательно перемешать, потому что если... Вы видите тут цветовой колер, вот он он, он все-таки порошковообразный, и его со дна нужно поднять здесь. Да, то есть нужно вот он. Его нужно тщательно хорошо перемешать. Не взбалтывать. Взбалтыванием, ну, в принципе, кто-то взбалтывает, но цветовой колер до конца не перемешивается, и в итоге как результат получается. Не полноценный цвет, а более разбавленный такой. У Minvax есть, кстати, одна самая очень интересная вещь, это для смешивания. Здесь нет ничего. Ну, в принципе, если что, таблицу мы его им пришлем. Есть таблица, многие столеры используют Minvax, да, соединяют несколько по два-три цвета, пропорции прописаны, в основном там два к одному, либо три к одному, и получаются новые, как бы, другие оттенки. Там еще можно будет 25 цветов получить, а фантазии, если хватит, то еще больше. Финиш для внутри и снаружи помещения у нас есть финишные. Есть масла, есть полиуретановые легкие такие покрытия. Она создает тонкую полиуретановую. Еще подробнее, более расскажу. Чуть попозже дойдем. Сначала хотелось бы сделать выкрасы разных покрытий, но так как надо перемешивать, займите немножко времени. Кто-нибудь вообще попользовался данным продуктом уже? Не пробовали? Пробовали. Ну вот уже кто-то пробовал. А чем вообще, какие покрытия у меня используются в своих кристалях? У нас в основном пыльца, как на обыске воздуха. Ну, потому что мы работаем с посудой. Посудой. В основном. Угу. Шлифованная. Шлифованная. Ходим вместе. Ну, смотрите. У нас рекомендуют 120 и 180 это максимум. 120-180. Использую такую зеркалку. Главное морилку плотным слоем нанести. И на ненадолго как бы оставить. Чтобы морилка ушла в поры. Она окрашивает только поры. Сверху пленки не создает, если убирать излишки. Если не убрать, конечно же, она вот так в итоге застынет и получится не очень красиво. Поспрашивает дерево, какое у нас наладили? Бук и дуб. Покрасили его дуб, да? Сейчас первый дуб. Вот бук. В принципе, вот мы нанесли. Здесь, в принципе, грунт не нужен, так как очень твердая порода дерева. И она забирает только то, что возьмет. Большую часть не будет. И перепад цвета даст наоборот красоту. Больше, чем на мягких породу дерева. Там и пойдет пятница. Если кто-то знаком с березой, когда ее красишь, она местами либо она прям гладкая-гладкая, либо она очень сильно пористая. Но кому-то она вам нравится. И у нас ребята покупали именно для таких эффектов. Именно пятнистости. И это вот такая была особенность. Интересная. Ну, все зависит от заказчика. Ну, в принципе, смотрите. Полежала она немножко. Почему я особо не выдерживаю? Потому что, ну, мне нравятся более светлые тона. Если нужно более темные, то можно либо дольше держать, но там не больше пяти-семи минут. И потом мы получаем вот такой вот результат. Глубина проникновения, сколько, к примеру? Честно, я не знаю даже такой ответ. Все зависит от дерева. Нет, вот бук, бук и дуб. Мы не замеряли, честно. Она уходит насколько может и в основном окрашивает поверхность. То есть, в принципе, при Минваксе она не покрывает никакой пленкой. Она окрашивает только поры. Уходит насколько может. Окрасила поры, дерево продолжает дышать. Если высыхание блеска не сдаётся? Нет. Матовый. Матовый блеск. Ну, вот у нас бук. Вот на буке можно сразу сказать одно, что бук бы я покрыл ещё вторым слоем. Это в продаже конторе есть? Да, конечно. Так как больше нужен красного оттенка, здесь нужно гораздо дольше держать. А второй слой сразу наносит? Нет. Второй слой нужно наносить только через 4 часа. Или когда она уже, в принципе, вы почувствуете, что она высохла. Если вы пойдёте второй слой, то получается и первый ещё не высох. И получится немножко, вы не доснимите эффект наложения второго слоя. Просто он так и останется. Чуть подольше. Красный специально оставим. Чуть-чуть подольше, чтобы она подкрасилась. А у вас же это московская же контора, да? Да. Мы сами находимся в Москве. Здесь у нас представитель. Всё понятно. Представитель только Печный мир, да? По Минваксу здесь пока да. Я не знаю, что Печный мир захочет кого-то хрен донастить. Вот такой. Это на ясене у нас получился. Вот такой цвет. Многие цвета, которые есть, они сначала чёрные, а потом... То есть он такой не будет когда-нибудь? Нет, ну он не будет таким блестящим. Нет, ну это понятно. Скажите, а сколько сок мутен будет до конца? До использования. До момента использования сверху лежит, как через лак может пройти ультрафиолет. У вас собственная производство, да? Нет. Мы представители бренда Минвакс, Алтекс, это от Шервин-Виллимса, покрытие. И Тайбонд в России. Мы поставляем продукцию в России. Ну, не так спросили, а производство в России находится? Нет. А где? Тайбонд Минвакс, Америка, Алтекс, Польша. Ну и какие перспективы у нас с вами находятся и вы пришли в России? Мы не о политике обсуждаем. Вы прошу, извините, да, Минвакс, 40. Так. Потом всё равно всё будет. Конечно. Ну, здесь больше желтизны придаёт. Желтизны, вот, если здесь, в принципе, обратить внимание. Но тут на каждом всё равно кусочки отрываемого массива всё равно будут выглядеть по-другому. Каждый массив по-своему выглядит. Тёмные оттенки, конечно, коричневые, они всегда красивее смотрятся. И самый знаменитый у нас это полиуретан фаст драйвинг. Это чистый полиуретановый лак, только внутри помещения используют. Плюс от него вот есть вот такая вайпом поле. Это большую часть для вот этого лака, он используется как, знаете, обновить покрытие. Он создаёт тонкую полиуретановую слой. То есть, если даже его использовать для мебели, тоже можно. Он будет тоненькая-тоненькая, лёгкая плёнка. И, в принципе, для удобства, удобная фасовка, удобно использовать и проще гораздо использовать, чем обычный лак. Для мебели очень, кстати, и расход меньше, соответственно. Ну, расход за счёт того, что если наносить ветошью, да, если лак только кисточку наносится, а расход вайпом поле гораздо будет ниже за счёт ветоши, потому что работает как с маслом. Есть также напольная тематика. Тоже это полиуретан-фаст драйвинг, супер-фаст драйвинг. У него просто добавлена улучшенная степень жёсткости, и по евростандарту данный лак проходит, ну, паркетный производство, напольная тематика вся связанная с данным лаком. Там, в основном, кисти, кисти не через краскопульт. Как у нас говорит паркет, они каждую деталь, обычно, индивидуально покрывают. Вот это очень интересный довольно-таки продукт. Минвакс One Step. Это на водной основе. Тут уже содержится и морилка, 5 оттенков, плюс лак. То есть, в один раз покрываете, и всё, в один слой, максимум 2. Больше вам ничего не требуется, вы полуготов. Ну и водный лак. Как раз тоже полностью прозрачный. Вот и с красными оттенками он не дружит. Вот самое интересное. Масла. У нас представлено 3 масла. Античное, тиковое, тумковое. Сейчас с тиковым немножко проблемы. Они, в принципе, были после пандемии. Сказалось то, что сложность у производства. Да, в принципе, у любого сейчас производства. Они просто не выдерживают нагрузку по запросам. Потому что запросы растут с постоянным. И люди, наверное, растают, пытаются нарастить обороты. Поэтому тиковое масло они пока не поставляли. Но, вроде как, обещают в ближайшее время поставить. Античное тунговое масло используется только внутри помещения. Тиковое для наружных работ. В принципе, вот она и вся особенность этих масел. Удобство нанесения, мелкий расход. Наносить также можно ветошью. В росте. Есть воски. Воски у нас натуральный цвет и темные цвета. Ну, то есть они не дают никакой окраски. Ну, если, допустим, вы будете на коричневое какое-то оттенок для темных пород. Вы будете наносить и не будет выделяться при полировке. Главная особенность данного воска. Это вы сначала наносите воск. Выдерживаете 15-10-15 минут. А потом войлочная тряпка. Вы начинаете располировку. То есть, в принципе, у вас получится больше степени, ближе к глянцу. Полумат, полуглянец. То есть, тут зависит от располировки и толщины нанесения. Наносить также можно какой-нибудь либо тряпкой. Он у нас в твердом составе, как паста идет. Наносите на массив. Удерживаете здесь 15 минут. Он проходит. И уже располировываете. Это дает защиту. В принципе, можно как и для мебели использовать. Для реставрации мебели можно использовать. Воск не натуральный. Синтетический. То есть, в принципе, только для мебели. И только внутри помещения. То есть, искусственные пчелы. Да. Искусственные пчелы летали и прилетели. Вайпом поле. Я думаю, вайпом поле. Сейчас морилка, чтобы подсохла. Мы вайпом поле попробуем нанести. Уже ближе к концу презентации. Уже в самом конце. Чтобы можно было посмотреть, как и вайпом поле. И то, что в принципе, в принципе, уже... А температура нанесения при отрицательных температурах можно? Нет. При отрицательных температурах я, в принципе, не встречал еще по таким продуктам, которые можно наносить. Даже вот, если взять немножко в клей убежим, этот клей можно наносить даже при минус 30. Но только клей должен быть в комнатной температуре. Они сохнут даже. Я наносил багажник. Там, не высохло. За сутки. Ну, зимой. Сейчас секунду занес. Это даже не страшно. Главное, чтобы пристыло. Так. Ну, смотрите. Что касательно мелкого ремонта. Есть маркеры. Под каждую цветовую морилку присутствуют маркеры. Где-то такой мелкий ремонт, если небольшие, мелкие царапины. И плюс есть карандаши. Восковые карандаши. Это мягкий воск. Если более глубокая царапина, можно использовать. Там их всего лишь 9 цветов. Один цвет подходит на несколько. Ну, тут вот представлен какой номер. Номер 7. У него два цвета. По минваксу. Кратенько. Как-то получилось вот так. И я хочу уже переходить на продукцию Altex. Вопрос можно. Конечно, задавайте. Цены у нас все на витрине. То есть, можете посмотреть. Маленькие баночки. Да, просто. Просто цены. К сожалению, на зубок не особо можешь выучить. Но, в принципе, если вам будет интересно, там... Внутри на витрине. Да, да. Компания Altex. Данная компания находится в Польше. Они всегда... Ну, они находились и были всегда... Потом данную компанию выкупает там... Шервин Виллипс Корпорация. Ну, вы знаете, американские краски. Поставляемые, в принципе, по всему миру. Так же, как и владельцы торговой марки Минвакс. Они запустили, переделали немножко производство. Немножко вложили более ответственные материалы. То есть, заменили на более качественные даже материалы. Больше скажу. И возобновили работу данного производства. Среди их ассортимента мы решили взять небольшой такой ассортимент. В принципе, здесь весь представлен. Почему именно сделали акцент на это? Это, в первую очередь, для внутренних работ лак-морилка. Именно она подходит для детских игрушек. Подходит для детской мебели. Ну, и так же можно, в принципе, мебель покрывать. Она очень быстро сохнет. Это, наверное... Она полное высыхание у нее уже будет через 8 часов. Но уже полноценно, думаю, 24 часа все равно степень с русскости набирается. Вот. И как раз хотел сделать, вам показать даже два вида нанесения по АЛТУСу. Я взял два вида. Первый – это лак-морилка цветовая. А второй – это уже идет бесцветный лак. Можно наносить... То есть, лак-морилку можно наносить без финиша. Если требуется еще, хотите, дополнительную защиту, просто есть умельцы, они еще дополнительный лак наносят. Бесцветный. Потому что там, если степень блеска немножко не та, они поверх наносят, степень блеска меняет. Вот. Сейчас вот как раз сделаем нанесение. Чтобы все понимали, вот он в таком формате выглядит. Цвета у этого лака тоже вот такие? Нет. Цвета у лака немножечко другие. Секундочку. Сейчас я чуть-чуть перемотаю. Тем, что для детской мебели они не совсем яркие. Яркие цвета обычно там используют. Но это ближе к тому, что просто делают массив или нужно какую-то защиту делать. Но они не акцентируют внимание на детской мебели. Это мы решили так именно сами попробовать. Они в основном просто, это лак-морилка, они используют. В Европе этот лак-морилка уже известен довольно-таки давно. Но мы привезли этот лак в Россию и начали поставлять единственные, самые первые, только с мая прошлого года. Ранее, конечно, у нас есть клиенты, которые использовали, пробовали уже данный лак. Они его привозили сами с Европы. То есть покупали, брали, чтобы попробовать. То есть по нормам мы допустили? Да, он допустим. У них сертификат, европейский сертификат, все как положено. То есть, ну, соответственно, они на русском языке. Сделаем два вида немножко нанесения. Одна важная особенность данной лак-морилки, это то, что нужно наносить тонким слоем. Вот губкой, как видите, уже начинается грязнота. Поэтому многие используют нанесение только кисточкой. Может быть, да, это неудобно, это проблематично. Но именно только кисточкой можно нанести будет лак тонким-тонким слоем. Чем тоньше слой, тем лучше, заявляет сам производитель. Приятный, такой вот приятный оттеночек. А губку вы сейчас используете вискозную, да? Да. Ну, я то, что нашел, то использую. Попробуем кисточкой все чуть-чуть попроще. Есть ребята, кто использует... Вот ветошью наносят, они делают изделие, они в растир подготовили изделие, используют бесцветный лак просто как защита. Кисточкой наносить чуть-чуть попроще в этом вопросе. Чуть-чуть взяли, расход соответственно и маленький. За счет того, что кисточки. Единственное, что мне не нравится кисточкой наносить, то, что она все-таки оставляет больше... Видно кисть саму. Если вот эту... Если наносить тряпочкой ветошкой, то кисть не видно. А вот так... Можно аккуратненько приблизить. Мы получим уже вот... Вот такой оттенок. То есть уже поярче. И он уже таким и останется. То есть он полностью высохнет. Это мы нанесли кисточкой. Данное покрытие дополнительного слоя защиты, в принципе, не требует. Но, если есть желание, можно нанести вот такой вот лак. Он тоже такой же консистенции. Сначала белый, потом прозрачный. Сейчас... Чуть-чуть его перемешаем. Подсохнет. И вот мы получаем... Чистое, прозрачное, безопасное покрытие. Сейчас она... Но она когда высохнет, уже будет. Полноценная прозрачная, легкая защита. Защитит массив. Тем более сейчас я... Уже наблюдаю такие вещи, то что даже детские кровати... Редко кто-то использует эмали. Большую часть стараются сейчас... Если массив, то они используют прозрачные покрытия. Но есть все равно такие комплексы детские, интересные, красивые. Да, там используют такие более яркие цвета, яркие тона. Это... Ну... Лак не коллируется. Если что... Так... Там... Да, и самый главный момент... Не забывать закрывать плотно и хорошо баночку. Иначе он засыхает быстро. Гораздо быстрее, чем сам Минвакс. Хотя Минвакс сейчас тоже стремится к тому, что они пытаются сделать более быструю рабочую морилку. Не как, знаете, вот если нитро-лаки, нитро-морилки. Но Минвакс к этому как бы пытается прийти. Но пока... Пока что они просто делают морилки, но они уже гораздо быстрее сохнут, чем раньше. А как поддается лак после обработки? Как еще раз после нанесения лака, как обработки? Ну, если понадобится полив, ну, пойдете, взяли же. Ну, в принципе, можно расшлифовать, но потом все равно придется заново. Заново лаком? Конечно, вы же расшлифовку делаете. Потом и после того... Нет, не расшлифовку, именно сам лак. Поливнусь, заполировать. Честно, не знаю. Но я могу уточнить. Если хотите, оставите контакт или почте. то, что я вам даже обрешлю этот адрес. То есть, я мне больше всего... Я с Алтексом знаком меньше года. Я второй раз в жизни его, можно сказать, делаю выкрасы. Больше я теоретик, чем практик. И все такие вот больше вопросы, это нужно лучше через технолога, потому что, если даже технолог не знает, мы на производство задаем все эти вопросы. Потому что продукт новый для нас, для России. Это немножко в этом вопросе посложнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok